Продолжение следует... Ученые разделили весь этот процесс на четыре уровня. Первый уровень – это всеобъемлющее знание Аллаха, Святу на Велик. Еще до того, как говорить о сотворении, мы установили, что Аллах, Святу на Велик, знает обо всем. Его знание не ограничено какими-либо измерениями, не ограничено местом или временем. Это утверждено в аяте престола, аяту-ль-Курси, о котором мы уже говорили и во многих других аятах. Аллах ведает, что вы совершаете. Аллах знает о всякой вещи, и ничто не может утаиться от Его знания. Затем Аллах, Святу на Велик, повелел, чтобы все это было записано. Теперь мы переходим от знания к записи. Эта запись была сделана в хранимой скрижале. И надо сказать, что хранимые скрижали – это не книга, в которой постоянно совершается запись. Нет, все уже записано. И Аллах, Святу на Велик, говорит нам об этом в Суре Железа, в той же Суре, где Аллах рассказывает о Своем знании, охватывающем все сущее. Аллах говорит, Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. Воистину, для Аллаха это легко. Затем идет третий уровень, который называется «Воля Аллаха, Святу на Велик». Ведь, как мы сказали, Создатель, который не ограничен своими творениями, не находится в пределах сотворенного, должен обладать волей для того, чтобы положить начало творению. Воля Аллаха, Святу на Велик, делится на два уровня. Это Ирада Кауния, всеобщая воля Аллаха. Она включает в себя все добро и все зло, что происходит в мире. Мы берем слово «зло» в кавычки, поскольку зло – понятие относительное. Итак, все, что является благом, все, что считается злом, все это входит в понятие Ирада Кауния, всеобщая воля Аллаха. В сущности, Ирада Кауния – это все, чему Аллах позволяет произойти. Затем идет второй уровень, это уже круг поменьше. То есть, если вы начертите круг, который будет представлять всеобщую волю Аллаха, то в пределах этого круга можно начертить еще один, меньший круг. И он называется Ирада Шарайя – законодательная воля Аллаха. Говоря проще, это то, что Аллах повелевает нам делать. Это включает в себя молитву, пост, хадж, закат, почитание родителей, доброта к соседям. Все, что Аллах, Свят Он и Велик, повелел нам совершать. Все, что считается благим и похвальным, попадает в категорию Ирада Шарайя и относится к законодательной воле Аллаха. И это очень важный момент. Ведь Аллах часто говорит нам в Коране, «Аллах не любит нечестие, Аллах не любит непослушание, Аллах не любит неверие, Аллах не любит зло». Однако, несмотря на это, Аллах позволяет некоторым вещам совершаться вне Его законодательной воли. Ради большего блага, ради того, что мы не способны понять, не способны постичь. Поэтому все, что происходит в пределах всеобщей воли Аллаха, содержит в себе смысл, мудрость и обладает той или иной пользой. Очень часто мы судим не по общей картине, а по отдельным пикселям. Наше видение ограничено, поэтому мы часто вопрошаем, почему Аллах позволил случиться этому, почему Аллах позволил случиться тому, и так далее. Это решение Аллаха, Святой и Великой, и такова его воля. Аллах лучше знает, почему Он позволил этому случиться, и ничего бы не произошло, если бы Он не позволил этому случиться, и так далее, и тому подобное. Получается, что воля Аллаха является всеобъемлющей. Однако, есть разница между тем, что Аллах повелевает нам делать, и тем, чему Аллах повелевает произойти для большего блага, ради благого исхода в конце. И, наконец, далее идут сами творения. Итак, мы имеем знания, имеем запись этих знаний, волю Аллаха. Затем все это появляется в создании творения. Всевышний говорит нам в Коране, что для Аллаха все является нетребующим усилий. По-арабски это звучит как «гайин». При создании творений Аллах не проявляет никаких усилий. Знаете, слово «гайин» отличается от слова «сагль», которое означает «легкий». Поскольку для Аллаха нет таких понятий, как «легкий» или «еще легче», когда Он создает людей или небеса и землю. Потому что это не требует от Аллаха совершенно никаких усилий. Всевышний говорит, «Изэа каваа амран, фа инна ма якулю ла ху кун фа якун». Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать «будь», как оно сбывается. Вот что удивительно. Ученые говорят, обратите внимание, что Аллах повелевает этому «будь», и оно сбывается. То есть это нечто уже существовало. Но когда Аллах говорит «будь», оно проявляется, оно становится выраженным. Оно всегда существовало, благодаря Аллаху, который уже предопределил существование этого нечто. Теперь давайте еще раз повторим эти столпы. Знание, запись, воля Аллаха и творение. Всеобъемлющее знание Аллаха, Святой и Велик. Запись этого знания, воля Аллаха, Святой и Велик, которая делится на всеобщую волю и законодательную волю, и, наконец, творение Аллаха, когда они притворяются в жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...